А в Алматы решили с ДТП бороться, ограничив скоростной режим. Напоминаем, что изменения вступают в силу уже 15 января. Водителям придется снизить скорость с 80 км в час до 60 по проспекту Аль-Фараби, восточной обездной дороги и улице Сайна. Полиция считает, что это позволит снизить аварийность и незначительно увеличить время в пути. Так ли это на самом деле? Наш корреспондент Нургали Карабаев провел эксперимент. В полиции утверждают, что снижение скоростного режима с 80 до 60 км в час увеличит время в пути всего лишь на 2 минуты. Мы решили проверить эту Чьору и сейчас проведем эксперимент. Мы проедем по восточной обездной и Аль-Фараби на двух машинах. Одна будет ехать 60 км в час максимум, вторая 80. И посмотрим, за какое время две машины преодолеют это расстояние. Учитывая пробки и одну аварию, которую мы встретили на пути, первой машине с максимальной скоростью 80 км в час понадобилось 16 минут 20 секунд. А вот второй машине с максимальной скоростью 60 км в час понадобилось дополнительных 4 минуты, чтобы преодолеть этот отрезок пути. Впервые идею сбросить скорость по трем участкам дорог озвучил Аким Алматы Бауржан Байбек. Городоначальник уверен, что эта мера позволит спасти десятки жизней. Мы обратились в полицию с запросом, чтобы узнать, сколько аварий произошло на Аль-Фараби, Сайна и восточно-объездной дороге за прошлый год. По проспекту Аль-Фараби только в минувшем 2018 году было совершено 137 дорожно-транспортных происшествий. В трех случаях имелись смерти людей, это пять человек погибли. Самым основным фактором, способствующим аварийности, это является нарушение скоростного режима. А если взять данные за Маким Алматы и Ерлана Укенова, то за 11 месяцев прошлого года только на проспекте Раймбека-Батыра в результате аварии, где действуют ограничения в 60 км в час, погибло 12 человек. А по городу больше 120. Что касается Аль-Фараби, Сайна и восточно-объездной дороги, то штрафовать за превышение скорости начнут уже с 15 января.